Приветствую вас на канале Бисеромания. В этом видео уроке я вам покажу, как сделать вот такие серьги-крестик из бисера. Есть на моем канале одно из самых популярных видео. Это видео про то, как я делаю обычный, простой, маленький крестик из бисера. Он стал очень популярный, но многие жалуются на то, что очень плохое качество. Ну, конечно же, оно сделано 5 лет назад, поэтому, конечно же, плохое качество. Поэтому я решила немножко реабилитировать это видео, истять новое, и дополнить его, сделать его объемным, и также сплести из объемного крестика серьги. Короче, получается видео 3 в 1, и крестик еще и объемный, и еще и серьги. Если вам нравится такая идея, присоединяйтесь ко мне. Для плетения вот такого крестика мне понадобилось 2 цвета бисера. Вы, возможно, даже будете использовать и один цвет, поэтому для такого крестика нам понадобится минимум материалов. Я плела на леске диаметром 0,18 мм, можете плести и на нити для бисероплетения. Эти прекрасные материалы я заказывала в своем любимом интернет-магазине Бэтпарк. Недавно была видео распаковка, где я показывала подробно все эти материалы. Ссылочку оставлю вот здесь вот сверху, можете кликнуть по ней, или, возможно, оставлю в описании. Также оставлю ссылочку на этот магазин. Там сейчас проходят невероятные большие скидки, поэтому обязательно проходите по ссылочке, и покупайте себе товары по летним ценам. Изначально нам нужно сплести основу вот такой обычный крестик, который плетется плетением крестик. Но такой плоский крестик не очень хорошо держит форму, поэтому лучше, конечно же, сделать объемным. Посмотрите, какой он классный получается. В этом видео вы можете для себя открыть и вот такой простой. Это для более начинающих людей, которые еще не сталкивались с объемным плетением. Можете сделать такой вариант, но также я вам покажу, как сделать и объемный крестик. Поэтому это видео будет полезно и для начинающих, и для уже более-менее профессионалов. Отрезаем 60 сантиметров лески, но точное количество, как всегда, смотрите в описании. Такого количества лески нам понадобится не только для изготовления одной части, а нам их понадобится две, но и для продолжения обшития объемного крестик. Поскольку я уже сделала одну часть, я буду делать вторую, мне понадобится больше лески, потому что я буду после изготовления такого крестика, буду далее по бокам обшивать. Поэтому я беру 60 сантиметров. Если вы будете делать только одну часть и нужно будет закреплять леску, то тогда вам понадобится меньшее количество лески, где-то возьмите 40 сантиметров. Для более понятного плетения я буду использовать два цвета бисера. По-моему, так даже интереснее смотрит. Цвет вы можете выбирать сами. На леску набираем 4 бисеринки, 3 из которых мы опускаем, а в одну мы проходим другим концом, вот таким образом, крест-накрест, чтобы леска выходила в разные стороны. Теперь сводим эти два конца, чтобы они были одинаковой длины. И за вот эту бисеринку мы тянем и опускаем ее вниз. Как вы видите, у нас получился крестик из бисеринок. Далее на оба конца мы набираем по одной синей бисеринке, опускаем. Беру одну головую бисеринку и в нее другим концом прохожу крест-накрест. И снова мы ее затягиваем по серединке. Следующие и последующие за ним наборы одинаковые. Четвертый крестик и пятый крестик. Если вы тоже, как и я, решили использовать два цвета, то нужно считать вот эти боковые бисеринки. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, когда мы будем делать шестую боковую бисеринку, следующий крестик, в конце проделываем то же самое, просто набираем все три синие бисеринки. И таким образом мы закончили этот ряд. Теперь нам нужно опуститься вниз и сделать боковые стороны. Поэтому мы сейчас правым и ленивым концом по крестикам опускаемся вниз. Нас интересует именно третья бисеринка, которая находится с любой стороны, будь то справа, будь то слева. Вот мы в нее проходим. Это у нас был правый отрезок лески. А теперь нам необходимо точно так же по крестикам опуститься и левым концом. И этим же концом мы проходим в эту же бисеринку. Посмотрите, у нас лесочка выходит с этой третьей боковой бисеринки, вот в разные стороны, именно из этой бисерины. На каждой из концов набираю по одной синей бисеринке, а в центре одна голубая. Ну а следующий крестик у нас все три синие бисеринки. И вот таким образом мы с правой стороны сделали ответвление. Теперь мы возвращаемся лесочками в параллельную бисеринку, с другой стороны нашего крестика тоже, как вы видите, третью с левой стороны. Точно так же по бисеринкам, по крестикам возвращаемся сначала одним концом, а затем второй. Продолжение следует... Единственное, что хочу сказать, чтобы лесочку сильно не натягивали, потому что вот эти концы начинают выгибаться. И вот таким образом мы выводим леску с другой стороны и делаем точно так же, как и с правой стороны. На оба конца лески мы набираем синие бисеринки, а по центру у нас голубая. А в конце мы набираем три синие бисеринки. Необходимо закрепить концы лески, поэтому мы далее проходим по крестикам, возвращаемся немножко назад, сводим два конца лески, чтобы они у нас были навпротив друг друга. Вот так лесочки у нас встретились. Здесь, как вы видите, выходят из бисеринок вот этих, и лесочки смотрят друг на дружку. Вот таким образом можно теперь фиксировать наш крестик, или далее нам необходимо прошивать еще один уже сделанный подготовленный крестик и делать его объемным. Это уже на ваш выбор, как вы желаете. Я, конечно же, хочу сделать объемный, так намного красивее, и вам советую. Поэтому я сейчас здесь сделаю несколько узелков все равно, или хотя бы один или два, для того, чтобы не распустилась у меня лесочка. Для того, чтобы делать объемное плетение, нам необходимо вот эти только боковые бисеринки, которые у нас выступают. Вот видите? Поэтому я сейчас вывожу один из концов лески именно в такую бисеринку. Могу, в принципе, сюда увезти. Вот, прячу узелок свой здесь, чтобы его не так было видно. Для тех людей, кто собирается обшивать такой крестик, ваша лесочка должна выходить именно с такой выступающей бисеринки. Видите, вот с двух сторон. Далее мы берем такой же крестик, соединяем его вместе и одну из лесочек мы выводим в такую же параллельную бисеринку второго крестика, который мы только что приложили. Вот я вывожу сюда свою лесочку. И посмотрите, как у меня леска направляется. Как вы видите, в одну сторону. Мы берем одну бисеринку, проходим в нее крест-накрест, затягиваем и как бы мы начинаем соединять первый и второй крестик между собой. Прошивка бисером именно идет по периметру нашего крестика. Далее смотрите, по направлению плетения мы проходим и левым, и правым концом через выступающие следующие бисеринки. Проходим еще в одну бисеринку крест-накрест и вот таким образом ставим бисеринку. Вот так. Самое главное в таком обшитии пройти в правильные выступающие бисеринки, не запутаться, и пройти именно в те, которые у нас идут по направлению. Вот так. И таким образом начинаем обшивать наш периметр крестика. Доопшивала практически до самого конца осталась вот эта нижняя часть. Сейчас еще немножко продолжу и покажу вам. Так вот сюда заводим. И за какие именно вот здесь надо захвачиваться бисеринки. Вот они, видите? Вот они прям боком стоят. Это самые неудобные бисеринки. И с одной стороны захожу, и с другой стороны. Главное их не пропустить. Набираем бисеринку и закрепляем ее здесь. Как вы видите, у нас тоже по бокам получаются крестики. И вот мы еще войдем боковые вот бисеринки. Далее мы или закрепляем лесочку, у нас получается вот такой крестик. Сюда, допустим, присоединяем соединительное колечко, получается брелочек. Или, допустим, лесочку мы выводим вот сюда, в верхнюю часть. Делаем петельку. И, допустим, делаем серьги. Я хочу лично себе сделать серьги, поэтому я беру швензы, вывожу леску вот сюда, вот в верхнюю бисеринку. Набираю две бисеринки, швенза две бисеринки. Вот выходит сюда леска, а я прохожу точно в противоположную бисеринку, только вхожу в другую сторону. Вот так. Далее мы просто проходим по следующим бисеринкам и закрепляем леску. На петельке можно сделать несколько витков тоже. И сзади вот так аккуратненько закрепляем нашу леску, захватываем лесочку, проходим в нее несколько раз и затягиваем. Проходим в следующую бисеринку для того, чтобы спрятать узелок. Сделаем несколько узелков, обрезаем леску. И вот такая красивая сережка у нас с вами вышла. Точно по такому же принципу мы делаем вторую пару. И вот такая классная пара сережек у меня с вами получилась. Какой объем и какие они по величине можно увидеть только на человеке. Поэтому я решила эти серки примерить на себе. Надеюсь, вам нравится это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Я вам желаю удачи, отличного настроения, хорошего плетения. А также ссылочка на магазин Бэт Парк будет внизу под видео в описании. Не пропустите хорошие летние скидки. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok